История создания В рапсодии воплотилась самобытная красота раннего джаза, его бьющая через край темпераментность, свободная импровизационность, тесная связь с афроамериканским фольклором, синкопированные ритмы и необычное блюзовое интонирование. Именно блюзовой рапсодией Гершвин вошел в историю музыки как талантливый представитель симфонического джаза. На ее премьере, где присутствовали прославленные музыканты, среди которых были Рахмалина, Стравинский, Хейфиц, Стаковский и другие, партию солирующего рояля исполнял сам автор. По словам Сергея Кусевицкого, тех, кто хоть раз слушал Гершвина в рапсодии в стиле блюз, тот никогда этого не забудет. Я приглашаю на сцену симфонический оркестр Тольятинской филармонии. Ну что ж, Джорджа Гершвина действительно мы не услышим, но зато послушаем Олега Аккуратова, симфонический оркестр Тольятинской филармонии под управлением Владислава Ивановского. Джорджа Гершвина, Страв судья, блюзовое интонирование. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.